Сегодня у нас вторая виртуальная экскурсия. Может быть, кто-то был из вас был на первой, которая посвящена путешествию по великолепнейшему музею. Это музей Анны, музей истории еврейского народа, истории в целом. Первый раз, когда мы говорили с вами и были в музее, мы были на виртуальной экскурсии, посвященной путешествию в две с половиной тысячи лет. Итак, первый этап еврейской книги. Сегодня мы будем говорить только об одной книге, но эта книга того стоит. Путешествие, которое будет у нас сегодня, на самом деле тысяча, по протяженности где-то тысяча и сто лет, чуть не меньше. Но если есть на свете книги, если есть на свете люди, о которых мы помним и думаем через тысячу и сто лет, которые нас волнуют, значит, прав поэт, который сказал, взяв эту книгу, ты берешь меня. И если дрожь по коже, то, значит, это тоже тебя в маяке колотит дрожь. Есть люди, которых мы помним до сегодняшнего дня, и есть книги, которые живы для нас, несмотря на то, что были написаны очень-очень давно. Сегодняшнее наше путешествие подпущено в удивительной книге, которую евреи называют «Кепер Арам Сува», то есть «Корона Алеппа». Вот перед нами первая ее страничка. Арам Сува – это библейское название города в Сирии, города, который он называет Халеппом, то есть «Корона Алеппа». И «Кепер Арам Сува» говорит о его отношениях в Сирии. Это один из самых важных книг в библейской истории. Почему она так важна? Наверное, потому что эта книга является самым древним и самым первым общим, таким вот, самым писком всего священного писания, то есть заходят из этой книги Моисеева, из пророков и писания, все это собрано в одну книжку, и мы видим, что эта книжка вот в том виде, в каком мы привыкли либо к книге, то есть «Кодекс». Первые книги вот в привычном нам виде, вот как тетрадочка сшителей, называют «Кодекс». Поэтому другое название этой книги «Кодекс Алеппом». Не потому, что это свой закон, просто-напросто юристы в то время считали, что самым удобным способом использования вот этой формы книги, книжечка, сшитая тетрадочка, является именно использование для юридических практик. По законам, это значит, что когда можно найти нужный параграф, найти нужную страничку, нужное место, это гораздо легче, чем это делать по свитку, та самая древняя форма книги, которая была привычна людям на протяжении самих, двух с половиной тысячи лет книги, только вот столько свитков. И в удивительный странный момент мы говорим о книге в привычном нам виде, то есть вот в таком, и книга где написана в десятом веке нашей эры. Вы можете спросить, собственно, почему так кормить? В 50-й лет нашей эры человечество пользуется книгой в соизученном нам виде, которую можно перелистать, где можно посмотреть сначала и в конец. Евреи народ консервативны, но до сих пор пользуются книгами в синагогах. Мы читаем три раза в неделю точно так же, как читаем наши свитки. Читаем точно так же, без знаков припинания, читаем и пишем абсолютно формат свитков, но люди-то к этому пришли гораздо раньше, почему так получилось, почему только в 10-й лет? Давайте разбираться. Вот перед нами виток, та самая первая форма. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что вот ждет текст, и вот колонками практически без промежутков. Слошняком, без знаков припинания, и можно себе представить, в течение там двух половинных тысяч лет, люди прекрасно входили в без знаков припинания, и даже без деления на слова, они разворачивали кусочек свитка, они открывали вот этот маленький кусочек, который они могли читать, когда они скручивались, они читали сколько в книгу, они не читали ничего про себя. Вообще умение читать вслух, извините, умение читать про себя, оно появилось достаточно недавно. В 3000 лет люди не умели читать про себя вообще, и это было событие. Умение читать глазами, оно появилось совсем не сразу, потому что вы разумеете. А когда ты читаешь вслух, голос, да еще немножечко нарастет, то сама интонация, сама голос выделяет паузу, выделяет слова, и вы мне того напоминаешь прекрасно. Мы с вами, если прочитаем любой текст несколько раз, он останется у нас в голове один раз, развернулся и так, прочитал уже до конца, и он у него у тебя в голове. И хотя люди уже знали, что существует другая форма, уже видели кодексы, вот такие, в такой формат медицинской страты. Мы знаем, что Цезаря, например, в свое время закололи именно стилосами, то есть вот такими острыми палочками, записанием на кодексами заговорщика, а не тинжалами, потому что тинжалы не могли пронести. Эту форму использовали, но не спешили. Во втором веке нашей эры Марцал рекламировал, поэт Римский Марцинал говорил, посмотрите, как замечательно в кожаных малых листах стеснится ливий огромный. Как здорово, как компактно перелетать и получить кодекс. Но опять-таки люди не спешили. Зачем? Так удобно. Люди никогда не спешат переходить на что-то новое, пока, как говорится, не приплет в горло, пока это не становится острым необходимым. Тем более, что переход на кодекс, он достаточно дорогой. Папирус, тот вид бумаги, да, для любителей настоящей бумаги, которая использовалась, для кодекса был не особенно удобен, он ломался на сгибах, он быстро приходил, он не бодрый, он был удобнее для свитка. А кожа пергамент прекрасна, но это дорого, и переплетается, сшивает зачем? И смотрите, когда же это происходит? А в 4-м веке приходит Римская империя принимает христианство, а в христиане говорят, что для нас кодекс идеальная, самая удобная вещь. Почему? Потому что у нас не одна история, а сразу 4 жизнеописиальных христа, параллельных евангелиях. Причем они все параллельны, но они дополняют друг друга, они одинаковые. Поэтому нам одновременно нужно читать сразу 4 текста и дополнять одно другим. Делать это в стихе совершенно невозможно, поэтому они, естественно, переходят на кодекс, начинают использовать его, и это происходит именно потому, что выхода другого нет. Евреи же не спешат. Почему они не спешат? А, собственно, зачем? В 7-м, 8-м веках, начиная, собственно, даже с 6-го века, большая часть мудрецов, тех, кто был духовным лидером еврейского народа, находились на Востоке, на Ближнем Востоке, на территории Египта, Киеви, Палестины, на территории нынешней Испании, в гигантское пространство. 7-го века, когда приходит молодая религия ислама, они относятся к евреям гораздо лучше, христианам, и они очень быстро, как молодой народ, как молодая культура, которая испытывается новая, переходит на ходик стожи. И, собственно, отношения к евреям прекрасны. Почему от них не принять этот вид книги? Нет, не спешат, время еще есть. Почему есть время? Давайте сейчас перенесемся с вами в один из отличайших центров духовной еврейской жизни, в Айюло, в Суру, в Кунг-Кюзиту, ну, перед нами карта, если дать мне те гаоны, чем они занимаются, они с утра до вечера обсуждают, и комментируют даже не саму Тору, а те постановления, по которым они должны жить, теперь, когда нет храма, теперь, когда нет государства, теперь, когда не живут без язычников, или же без неевреев, как нам теперь жить? Стория об этом ничего не сказана. Значит, мы найдем те пробелы, восполним те пробелы, которые стоят, прокомментируем, обсудим, потом прокомментируем эти комментарии. То есть, например, там сказано, не смешивая мясное, не бои селенка в молоке материном, но среди боев, разве можно, разве они скажут, в лавке, если тут мама, если тут селенок молоко от матери или не от матери. Давайте лучше сейчас, в том, в заключении, придем к тому, что вообще разделение дышное и молочное запахать мы приходят именно во времена Талмуда. Вот такими оба заключениями занимаются векари. Третьего, век, создается гигантское, как они говорят, ограды, город, гигантское здание, бастионы, вазилозского Талмуда. Они спорят, они обсуждают, они комментируют. Все эти споры, комментарии, записываются, вот это юбилейская толерантность, которая означает, что все споры, все, что сказал один мудрец, все записывается, даже если приходится к выводу конкретного одного мудреца, и все это век за веком, он за томом, литер за свитком, погружены вот в эти интерпретации, в эту особую жизнь, интеллектуальную. И в принципе, поскольку текстуры знают активно изусть, а эти записи для внутреннего использования мудреца, входит в книжку, это не нужно. Все было бы хорошо, если бы уже в начале восьмого века, даже уже в середине восьмого века не произошла. В общем, такая интересная. Говорится, приперлась теперь уже с одним временем. Один из наследников названия Баона, главного лидера Вавилонской общины, был, так сказать, его прокатили, можно так сказать, не допустили к власти, он немножечко обиделся, и обиделся в знаменитой раскол. В чем заключался? Сказал, ребята, чем вы занимаетесь тут вторыми столетиями, вы столько делаете, что слушаете сами себя, то есть собственные умозаключения, истории, которых не написано в Торе, там ничего не сказано о том, о чем вы говорите. Давайте вернемся к истоку, к самой Библии, к самому тексту, к самому Торе, к самому еврейской Библии. Там все сказано, что нужно нам и больше ничего не надо. Появляется знаменитый караинский раскол. И в восьмом веке нашей эры у евреев довольно сложная проблема. Люди, которые пошли за ананом венерида, называют себя караином. От слова никре, священное писание, мы начинаем заново читать текст. Мы уже от него ушли слишком далеко, поэтому его снова прочитаем. Начинают его читать, и тут выясняется интересная вещь, что читаются его все по-разному. Одни читают его варианты по-разному. У нас есть проблема в том, что буковки, которые используют людей, заключают лишь согласные, а гласные буквы не пишут. И это значит, что могут быть разночтения. А если это разночтение, это значит, что полностью меняется смысл. караимы говорят о самом деле. Мы хорошо знаем, что написано вторее, и нужно дополнять так. Равинисты вполне быстро говорят, что это заглупость. Написано совсем другое. Здесь нужно читать не а, э. Поскольку властные не пишут, это можно читать по-разному. В конце концов, было понятно, что для того, чтобы доказать правоту, что именно написано. в священном писании и кто из них прав, нужно вернуться к самой книге, не сейчас ее читать снова, а как ее читать, если только размышленно. И вот тут и начинается создание знаменитых школ. Школы, которые занимаются партиковой текста. Нет культуации, нет огласов гласного, нет ничего, что это было в традиции. Теперь это нужно создать как систему, для того, чтобы у нас было ну, для чего спорить, как доказать правоту. В Вавилоне придумывают палочки, кусочки, наверху букв, которые значат гласные, будто они перезвали. В Вавилоне есть своя традиция, смешанная, что-то наверху, а какие-то палочки внизу. Но в конце концов побеждает одна школа самая цельная, самая чистая и, наверное, самая последовательная эта школа, которая родилась в городе Сверии, на берегу моря Тевериатская, оно же море Демитриатская, оно же, в общем-то, озеро Кемерет. Вот они перед нами. Есть картинка, в которой вы изображали, как вы видели сегодня, Тевериаде или Сверия, где вы когда-то посетили о Иерусалимске Толмуд. Там возникает целая школа отменитейшего величайшего вот этих самых массоретов и создателей партикур и тех, кто величайших все. И пункт акций, и гласные, и повышение и понижение тона. Потому что если это вопрос, то это перечисление, то все меняется. Если придумать систему, которая включает все, звали его Ашер, а все его в 7 веке из-за этого раскола начинается вот бурное создание школы Масаретов. Вот перед нами можно сказать отец родоначальник вот этой школы, но мы сейчас над в общем числу уже 10 век. Прошло 7 век, 8, и 10 веки. Вот сейчас с вами видим опять-таки насколько богатая расположена была Квирия, сколько там было синагог, то есть место было при арабско-мусульманском правлении очень комфортно и удобно для жизни. Одни писали 30 синагог, другие писали 15 или 20 синагог. Параллельно с христианами, потому что мусульмане были очень цепимы, поэтому можно было здесь спокойно заниматься исследованием грамматикой, ситуацией, чем мы занимались вот этим басаретой. Вен-Ашер они длились длительнейшим образом подняться на скорость. Вот эта школа, вот эти династии, они сделали невозможное. Они одинаково были уважаемы и караимами, и некараимами, ревнистами. что происходит в десятом веке нашей эры в мире некий песец по имени Шлома Бен-Буая советница Новкин, вот первая встреча для тебя, это песец высочайшего класса, он пишет телефон, есть вот она, вот это та самая книга в 1930 года, которую мы сейчас замечаем. Он пишет сам текст, а потом делает стреписку. Он говорит о том, что он написал, составил в Священном Писании, а затем передал его великому Аарону Вэль-Ашеру, последнему известному Масарету из этой великой династии, которую полностью оформил Розалов Лосо. Можно сказать, что с этого момента и начинается в этой великой странице, потому что Аарон Вэнашер создал идеальный текст, идеальный религий, где выберено каждое слово, где может быть предмет для споров, но понятно, что это лучшая, самая проверенная, самая точная список всего священного написана. И мы знаем, что это было написано в 1930 году, хотя гласные, которые под буквами, как раз та система гласовок, которая не пользуется до сегодняшнего дня. и она совершенно не изменилась во времени. Хотя в самом списке, в самой книге у нас нет медицировки, у нас нет вот этих вот старых написаний сказаний, просто-напросто это не сохранилось до наших дней. Откуда мы это знаем? Мы знаем это по спискам тех людей, которые успели эти данные переписать, когда они еще были. Эти данные вызываются в колокольном завершении. Во всех руководительных книгах, книгах, мы видим, сотрудники, в конце. Посмотрите, вот здесь есть примеры таких колоколов, они довольно красиво иногда оформлены. автор, не автор, а эфитет, как бы пишут, я эфитет такой-то, Ашер или Шлома, Шлома Бенбуая в данном случае, написал эту книгу, сам ее составил к ней гласточки, или же я к ней еще добавил иллюстрации, я миксовал, и я посвятил ее тому-то по заказу такого-то в таком-то году. Поэтому мы обычно знаем точно благодаря вот этим колоколов, этим завершениям, когда была написана рукописная книга. Но сейчас у нас немножечко проблема, потому что цифры у нас нет, у нас нет даты. Все-таки мы знаем, когда эта книга была написана по одной как бы лично. Смотрите, какая красивая какой красивый рукописный список перед нами. Это рука того же писца, того же Шлома Бенюае, которая сохранилась, судьба, которая очень интересная, но мы об этом поговорим немножко позже, мы переплетаем сходе в том аллепо, и которая имеет точную датировку, это 929 год, это на год. раньше сравнивая радиоуродным анализом и сравнивая почерк, мы можем сказать совсем недавно. То есть, если это было написано на год раньше, если возраст был такой близкий, то понятно, что мы знаем, когда эта книга была уникальная, которая получается еще старше. книжная не так ценно, несмотря на то, что он очень красивый, смотрите, какие роскошные иллюстрации с теми свечником, тем не менее, ценится меньше, чем у датировки по одной простой причине. Песец составлял маску Русану, то есть, он сам отлучивал весь этот список, но поскольку он не был так велик, так точен, эта масса разночтений, она для нас, для, через много веков не так ценно. Это тоже очень ценно. Нужен сейчас даже трогать стальную руку, видите, перед вами почерк одного и того же писца, но с левой стороны немножечко меньше замечаний, чем справа. И вот этот вот комментарий на самом деле маслора Беннашера для нас являются все-таки главы. что происходит с этой книгой потом? Мы знаем, что около 100 лет видимо она находится в тевериале в мире. А затем появляется заказчик, этот заказчик глава королевской общины некий марс Павел Метазиа, который покупает, приобретает книги, мы об этом знаем благодаря владельческим записям, которые сохранились и были переписаны. Мы можем сейчас увидеть, но они были переписаны немножко после чего книга совершает свое первое решение. она отправляется в теверии в русский город в 9-10 цех живут в властью просвещенных мусульман, а тогда все было наоборот, западные дети власти просвещенных, под властью династии халебатых 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 в русский великолепная караинская община по своей синагогной реалистической общины и синагогой. И вот мы с вами видим справа стороной синагогу, которая находится точно на том же месте, в котором в 10 веке в 1920 году, когда книга попадала в русалюн, в 1920 году, она лежала, находилась, ее выросили три раза в год, потом было написано, то есть паломоческие праздники, ее зачитывали в к ней все приходили паломничек вилять с ней остальные рукописи мы тоже об этом знаем. На том же месте до сегодняшнего дня она помнит украинская синагога, и все было бы прекрасно, и так она находилась в Иерусалиме, в общем, еще семьи лет пока не происходит вот что. Во всей Европе проходит страшная волна погромов и раздаются другие кличи с одной стороны и книги спасаются кто может с другой стороны идет волна как писали евреев вооруженных два идут крестонок. Первый крестовый поход, который шел в воздух в Европе, метая на своем русском еврейской общине, перед нами миниатюровки, они практически уничтожают подчистую всю евреевскую общину в метрах и метрах городов Морейных, идет танк смелый, идет водка в Ильонский, они идут защищать, точнее освобождать этот город Иерусалим, освобождать гроб господин неверных, освобождать собственно не нужно, потому что в Иерусалиме евреи, христиане, русульмане мирно живут и в общем-то никто христиан не предусматривается власти русульмана. Евреев называли тогда вообще люди книги. Первое название люди книги у нас именно от Крестерман с большим почтением носили на тот момент, как люди книги в Священном Писании и евреям, и христианам. Вот этот крестонос вот перед нами вот в крупной форме сам Святой город Иерусалим, как центр мира. Они, естественно, окружают его и штурм и берут. Дальше начинается страшная сцена о резни, которую они устроили в Иерусалиме, совершенно безумная. Все писали, что кровь текла по стремя коня, кровь текла по напросто страшной кровавой реки вытекали из Иерусалима, перебили практически всех, евреи защищали город. Вот перед нами как раз миниатюрное изображение защитников от города и людей защищали город наравне с Химановым. Они не считали это своим городом, они защищали город от банды. И когда гористоносцы ворвались, они не защибили никого, были перебиты в химии и пишут свидетели, что они были сожжены в синагоге, где они заперли синагоге, которая находилась на храмовой горе, на том месте, когда состоял храм царя Соломона. Сейчас там стоит уже священное здание, священное мавзолей для исламского мира Кубата Сахра, Купола Левского Рядом с ним была Иерусалима синагога, где большую часть людей сожжены. Сказал ему в этом пламени кодекс Солепа должен был сгореть институт. Видимо, там же случилось, если бы крестоноски не были, среди крестоносок не было не только практичных людей, они не милосердили, в общем-то чисто практицизм, прослушавшись на следующие дни, они пошли проверять дома, синагоги, которые еще не были сожжены, наоборот или там великолепнейшие издания, приправленные книги, они знали, что евреи за книги платят деньги немалые, а нашли еще несколько сынников, человек там 65, 70 решили, что почему бы не попробовать их продать, и они берут плен, они берут книги, плен и людей, и предлагают еврейским общине выпупить книги и выпупить людей. Мы сейчас с вами переносим на минуточку Кустаты. Собственно, Кустата это город в Египте, на том месте где сейчас находится старый Каир, в общем, ядро старого Каира. В свое время это была вот такая неспособная станица по 70 империях есть. Там в знаменитом фенологии Вейс Генезра в течение нескольких слов можно сказать 4 века по 19 века ничего не выбралось. Станилась колоссальная литература, станилась и эфирка. И вот мы благодаря этой пересиске знаем судьбу и можем проследить судьбу этого знаменитого ручки. Потому что там перебеживаются между собой евреев общины, еврейская община, которая спасли в 133 пахли в Бонусалима. А кто-то находился в этот момент в Паштелоне. И они из последних сил выбирают последние средства. Пишут о том, что они собрали 200 бинаров для выкупа рукописи. И потом еще 500 бинаров за двух 40 пленников. И они должны вывезти 230 томов и 100 кодеков. И возраст в кодеков. И все, что они выкупают это наравне с людьми. Они готовы на все, но не важны еще заводам, не важны заплывникам. Они обращаются к богатым людям в Александрии, евреям, которые находились при дворе Султана, богатому человеку, и просят его помочь, одолжить деньги. И тот собирает деньги. Читисты переводят их. Переводят их в Шкелонский выкупает и клиника, и книги. Так мы знаем, что кодеков Алепа был спасен и выкуплен и оказался в Шкелоне. Но в Шкелоне тоже было небезопасно. Вот перед нами руины крепостей и стены Шкелонских, которые должны были очень быстро выдержать осаду. Вот перед нами шатры, танки, до Смелого и Раймонда Кулузского, которые подходят к стену Машкелона, пытаются его взять, затем начинают спорить между собой, кто из них будет настоящим в районе Машкелона, не приходят в соглашение, к счастью, внови это в любви с общиной, вразоренной, несчастной, которая на последние средства выкупает рукопись, к счастью, они не приходят в соглашение, не уходят, но они могут прийти в любые моменты, поэтому мы можем держать дальше. Мы видим, кто защищает город и бросает сверху каменные волны, скорее всего, сегодня были евреи, евреи отправляются дальше, поэтому община покидает шпион и и отправляются туда, где они просили тащить с помощью денег, где спокойно, в населительстве религинистов. Они отправляются в тот же самый город, о котором мы поговорили, в Кустан. в Кустан. С моим курсором я показываю небольшая крепота, на самом деле город был настолько роскошный, богатый, что можно представить. В воспоминаниях современников арабов пишем о том, что в Кустан были небоскребы 7 из 14 этажей. Мы сейчас говорим с вами об 11 веке. В 10 веке об 11 веке как-то невообразимо богатый, роскошный, великолепный методальный из бурляющей евреусской жизни и караинской и равеннистой. Все они находят там пристанищий приют, все они достаточно обеспечены. Да, и переезжают кодекс Алепа, смотрите на углу сверху, тот самый кодекс, который вам показывала в самом начале, это кодекс книжа того же киста, который пройдет тот же куст, но оказывается украинские кусты оказываются как-либо вроде бы очень-очень надежные кустыки. Насколько надежных сказать трудно, потому что судьба переменчива. В 1168 году к членам кустаты подходит свойство крестоноски. Воители христианского джихада, если можно так сказать, евреи, арабы это вообще называют даже не кустын и не занимают просто вооруженные банды. Именно так они просто понимают. Было понятно, что там проходят крестоноски, проходят базу для крестоносцев. Синих Чесултан принимает решение сжечь город. И он с четырех сторон с пакелами, страшными, колоссальными пакелами просто поджигает эстатую и она пылает. И, казалось бы, снова Рубкин должна погибнуть. Каким образом она сохранилась? Захватили 200 тысяч документов к этой книги. Каким образом они все были спустены, мы не знаем. Но это значит только одно, что несмотря на то, что люди сбежали с пакелами, спасали с их имущества, звери спасали опять-таки книги, а они где-то и зарывались. Но увозили с собой потом на него и обратно. Потому что когда ушли крестоносцы, когда удалось отбросить пустота снова застраиваться в величайшем пултану его временем великим салахадином или саладином, который отбросит крестоносцы им просто, вернёт к ухталину не только мусульманам, но и евреям не устроит обредни, захватит город, вернёт туда в общем-то мирную спокойную жизнь, не проливая привлеклений. Его лейтмедик становится величайшим мудрец еврейский мудрец и носов Маше Бен Маймон, которого мы называем рамбан, и который сидит в пустоте, как надествует, как, можно сказать, глава еврейской общины вот как раз к 1669 году, сразу после страшного пожара. Он пишет о том, что он стеряется в главную дело своей жизни, рука «Смешные тарапы», он работая над ней стеряется с книгой, которая была в русалине, была написана самим Байнашером, о которой все пишут, все говорят, и которые пользуются колоссальным принципом. Понятно, что речь идёт о кодексе Алеппо. Тем более, что в это же время стеряются и пишут о ней, говорят о том, насколько этот кодекс почитаем, уважаем, и люди, которых мы не знаем, и которых хранится кэпсидемия. Что происходит затем? Мы с вами всё было прекрасно, если бы кодекс оставаться книга могла бы оставаться в одном месте, то у неё была особая судьба в 54 веке, в 54 веке, в жизни в истории умираем. Она превращается в огромную мусорную яму. Вчера ещё прекрасный город, по всеменам властей, когда власти пришло совершенно другой в миде ислама. На восточе совершенно другое правительство пришли так называемые мамлюцы, бывшие рабы, которые стали мусульманами с цельными поколениями, они стали довольно жёстко закручивать гайки в отношении мусульманами. Пустато они становятся городом бедным и портнофера там тяжёлая. И дальний потомок, дальний дальний потомок Альбана, дальний Бен-Шая собирает рукости в самую сцену, отправляется в далёкое путешествие в поднике Едипта, отправляется в Килин, в город, который в самовремене считался самым спокойным, безопасным, очень богатым, очень красивым, очень укреплённым. Это Алеппо, Нижний Хайф. Когда мы вспоминаем, что рукость называется ходит в Алеппо, мы понимаем, что там она ходит жить долго. Он отправляется в это путешествие, думая, что там рукость в безопасности огромной древней расход на Семеновке, снагоги, в которой было семь залов, в которой была колоссальная коллекция рукости которая не так воведа существует, но хорошо бы, если бы это было так. После того, как он живет в Алеппо и остаётся здесь, через 20 лет к городу подходит Болчища, одного из самых страшных тиранов и воинов воинов и воинов воинов Томерлан, он же Тимур, который врывается в Алеппо, устраивает там страшную резину, город снова пылает, женщин насилуют. Возле Алеппо по воспоминаниям и воинников была вот даже гора из Черезков. Я хорошо помню, как не вещать, но вот пирамиды из Черезкова. Возле таким вот визит как бы визит и капточкой Тимура украшенный Алеппо. Каким образом вы видите как выжила наша корола мы не знаем мы знаем что она сохранилась и после года Семилана и того что мискует ее помещают в древнюю синагогу она уже была превращена в мечеть потом снова превращается не появляется несколько залов для служб уже в не только все нет из евреев но нет евреев лежавших из Испании и из Португалии под испанской экспедиции и все знают что в Великой Сенове Налепо так называемые пещеры пещеры именинца рука хранится рукопись для нашей именно тогда появляются изменения таких сказок что тот кто продаст эту рукопись или украдет эту рукопись или же вынесет эту рукопись будет проклят именно тогда появляется поверье о том что пока в ходе в Талепо находится Талепо то община не поживает и вред община Лепо живет сохраняемая как талисманом вот этой рукопись так проходят почти шесть ков мы переносим сейчас в 1475 года в 1947 с довольно роскошно по-прежнему но мы видим главную воровину синагогу на музее Денис Теоди Терман который был турецкий фултан выписал на управление Алепа по очень известному очень хорошему ралу цель которого была сохранить в общине и хранить диктали и в то же время в воздухе уже было не так спокойно потому что мы знаем что государство Израиль уже практически по двухмот будет создано на территории Эрис-Исраэль в последнем государстве уже организация ООН объявляет о разделе в Палестине и в год она будет образована естественно в Севере подпринимается это с большим напряжением в Алеппо встречают прекрасно вот видите фотографию молодых вот этих ребят сианистов с горящими глазами которые будут защищать спортнеры израиль и понятно что если будет государство будет погром об этом хорошо видимо думал понимал премидент будущего премидента Израиля Венфи который был комиссионером универси умничкой большим он понимал что если будет погром то этот кодекс он хорошо знал может поделиться поэтому он посылал людей в Алеппо агентов своих и предлагал передать бесценную книгу в облачении сказки не понимал что будет образован таким образом спасти поскольку лави и на Олеппо считали что пока книга находится в Алеппо город жив и жив мы с вами это не соглашались можно было выкрыть можно согласиться с отгеном потому что это нечестно когда он об этом сказал президент Бен Твилл тот как прошел на руки руками как жаль что ему послали честного человека 1948 год произошло именно то о чем думали чего боялись начинается страшный погром сжигают синагогу сжигают юрец в общину и бегут из Алеппо и казалось бы не стольких пожаров что теперь наверняка книга пропала и погиб нет шансов все разрушено все сужено в Израиле пишут и статья микролог боже мой неужели книга которая считается для нас бесценной по которой мы живем в этих постах как и мы не теряем правдое слово к материне для человечества они говорят об этом не пишут но оказалось что произошло очевидное чудо и знамя с левой стороны вы видите охранника Багдади который рассказывает как во время того как синагога была пьята пламенем первым делом содержался называемый пещеру имени пророка где в ящике железном хранился вот этот кодекс и сказал что кодекс был в порядке что он был жив он его вытащил изо дня дальше передал всем рабам которые должны были решить что с ним делать дальше они никому не сказали что будет существовать слух прошел что кодекс погиб с пламя 10 лет никто не знал что с ним она сам говорит не была в легче его передали торгов с рамой некому параде который в спиральной машине вывозит его из-за лодки и отправляется на территорию он оказывается в Санголе выхранит эту руку у своего друга торгов с каменем и там между каменем спрятан и зайдет на волос ученищик 10 лет вот это он не декор 10 лет никто ничего не знает а затем а справа как раз партнер его этого спасителя руки его жених а затем происходит вот что раввины Олепо считают что они не могут вернуться в родной город но на территорию Израиля они могут получить его и там будут находиться как бы вообще на узнании именно она находилась на узнании в том же Каире и они договариваются с этим торговцем что он просто напросто приведет его из Тамбула вот мы видим уже из Тамбула в Хайфу а то же переведет в Салим и там мы и там они встретились но когда торговец является Хайфу его перехватывают агенты Сахмута и глава Сахмута уговаривает его отдать книгу не общине а передать агенту что израиль потому что это уже общественное достояние оно не принадлежит какой-то одной общине когда книга принадлежит всему народу судя по всему это было сделано по-другому как мы давно охотились в старой книгу вот мы видим фотографии где президенты потрясенные дрожащими руками видят перед собой вот этот тысячелетный ходик вот дальше начинается самое интересное и странное для нас наверное не очень ясное дело в том что в 70-е годы только после образования государства израиля владеем что называется большого батака в том числе в институте и молодая страна еще настоящее понимание хранения не было мы знаем что книга была в целом в виде когда ее держал в руках мы знаем что он потом передал институту Бенкси в институте а затем мы видим уже старого что сейчас работа произошла через 10 лет книга пропала через какое-то время выясняется что не хватает ничего не просто не хватает а не хватает 40 процентов почти все книга тачек эта книга перешла через такие страшные препятствия через пожар через погром прибыла наконец на разный день и вот здесь в Русалине когда начиналось тут начиналось это решение оказывается что не хватает страниц как быть ну охранники хранители института которые говорят что мы не знаем почему не хватает страниц куда они делись кто это сделал может быть это во время пожара сгорели перед нами реставратор замечательный Михаэль исследовал выглядящий как обуглен как среди пожаров края книги пришел вывод что это вообще не среди пожара что это грибов которые образовался книга не была клачей пожар куда же листы мы не знаем и казалось бы это действительно очень печально общается для нас все-таки великое это выражение вулгарского руководителя не горят всегда есть надежда на чудо вот это чудо чудо заключается вот смотрите на вот эту ростошную руководитель руководитель которая написана была в Египте уже тогда когда Тодис Талепа находился там руководитель Шимуэля бен Яхова еще одного великолепного пепса мастера необычайного вот здесь его подпись мы будем говорить когда-нибудь потом о иллюстрации книги его оформление было совершенно дубральным только оформлением но самое главное у нас не было в том что он скопировал практически целиком вот эту великую массуру вот эту массуру вот эту партитуру книги тоже много нашли она была внутри глазами но как можно точнее ее скопироваться поэтому мы знаем благодаря ему мы знаем как выглядит тень как выглядеть могут все самые не достающие листы это вообще великое счет откуда вообще мы знаем эту рукописи небольшое вступление смотрите на вот персонажа колоритного это так называемый спаситель рукописи трудно сказать спасительный бандит но мне было бы счастья это нечастье помогло это тот случай Авраам Теркович Авраам Теркович был главой караимов Крыма и целью было после того как Крым был признан к России доказать что караимы которых мы говорили в самом начале они на самом деле не совсем евреи то есть мы конечно не верили мы и крымчаки принявшие иудаизм тоже относились иудаизм но мы оказались в Крыму до Рождества Христова это абсолютно неправда мы знаем когда это было я вам рассказывала мы оказались в Крыму и вообще от кого это иудаизм так давно что к нам ваши присядки и проблемы не относятся а поэтому к нам не может быть прицентий пожалуйста даруйте нам те же права равные права для того чтобы это доказать он готов был на любые подлоги и вот таким вот удачным случаем для него было перед нами письмо которое им составлено удачным случаем для него было находить евреи эти рукописи древние фальсифицировать фальсифицировать калафоны менять даты подавать это более древние и показывать страницу чтобы это сделать он практически грабил все эти навыки Крыма караинские и некараинские а рукопись вот эта вот уникальная рукопись о которой я говорила она известным образом написана в Каире после многих приключений вместе с остатками караинской общины плохо жили и готовы передать все свои имущества только бы им это причем нормальное существование все эти рукописи перекочевали в Крым в караимон Крыма вот он врывался грабил людей если они отказывались отдавать им эти рукописи он показывал письмо снижал губернатора новороссийского края Николаевича Воросова которому когда сказали что мы караимы не такие как все он сказал докажите эти рук в том где он приходил показывал вот письмо Воронцова вот письмо начальника приходил с полисмейстера и практически подчистую выразил в этой синагоге выносил эти уникальные женщины руки затем это все было подарено как он сказал искорышно правительству правительству Российской империи за 125 тысяч рублей такой строготный базар хорошо монтизированный Александр Второй лично купил эти рукописи образом вот это паникание кодекса эта книга роскошно стоит как красиво оформлена оказалась в Петербурге и таким образом мы знаем так выглядит в настоящей части кодекса Алеппо они сохранились благодаря вот этому списку благодаря вот этой прекрасной книге чудесным образом прошедший какую-то часть кодекса Алеппо перетягивающий Крым откуда оказавшийся Петербург вот такое вот визейное обучение поэтому у кодекса есть как у солнца есть пудники у кодекса есть вот такие как бы рукопицы которые помогали и помогали пролить им в конце концов у всех приключений свиток оказался извините рукопицы сказалось в музее государства Израиль там выставлены все страницы которые сохранились эти 65% мы сейчас посмотрим как проделал кодекса Алеппо из Ирии он попадает в Иерусалим из Иерусалима и Азамашки он попадает в Каир оттуда он отправляется в Алеппо из Алеппо он отправляется в Стамбул Стамбул возвращается отправляет в Новем и Даван и возвращается в Иерусалим вот такой путь пленой тысячи сурет рукопицы не горят несмотря ни на все ни на что мы знаем что кодекса когда-нибудь останется вернется в буду целом потому что такие не пропадают и на этом мы заканчиваем сегодняшнюю пробуку я надеюсь что можно включить уже вы можете включить свои микрофоны и задавать вопросы и Субтитры сделал DimaTorzok